В общем, днем обещают плюс 6, ну а пока, наверное, на машине показывают, а, плюс 1 всего градус. Пойдем посмотрим, что у нас там в гараже творится. Посмотрите, какие горы тут намели. Наташа говорит, кавказские горы. Наташка, ну как дача тебе? Ну, а мы взяли покушать, посоливаю супчик. Ну что, Наташ, по 10-бальной шкале столовая, твоя оценка. Друзья, доброе утро, я вас приветствую на моем канале. Слышите, как поют птички весной? У нас такая замечательная сегодня погода, обещает солнышко целый день. И мы сегодня выходные с Наташей собираемся в Выборг, как бы прогуляться, маму навестить. И, наверное, заедем на дачу. Хоть первый раз в этом году посмотрим, что там как. Может быть, бочки под воду поставим и так далее. Сейчас хотим в гараж заехать, кое-что по пути, чтобы пустыми не ехать. Из гаража на дачу уже взять. Может быть, обогреватель возьмем. В общем, днем обещают плюс 6. Ну, а пока, наверное, на машине показывают, а, плюс 1 всего градус. Вот так вот у нас птички поют. Радуются солнцу и весне. Друзья, ну вот моя супруга Наташа, мы уже в машине. И мы заезжаем в гаражи, как вы видите. Сейчас подъедем. Ну, тут немножко подсушило было, как-то заезжал совсем тут лужу, лед еще был. Ничего. Сейчас хотел сказать, даже, говорю, напугались, да? Ехали маленькое это. Едет Nissan навстречу, каршеринг. Прямо лоб в лоб по встречной полосе. Я уже по тормозам сигналю ему, а у него голова в телефоне, он сидит вот так вот, чего-то там смотрит. И навстречу уже выехал, лоб в лоб едет, блин. Прямо даже что-то немножко напугаюсь. Так что вот, все, сейчас загружаемся и выезжаем. Так, друзья, разложил я заднее сидение и снял полку. Потому что эта печка и обогреватель довольно-таки большая, и просто в багажник он не влезет. Положу так боком. Пойдем посмотрим, что у нас там в гараже творится. Здесь все растаяло. Был у нас здесь лед, снег. Все ушло нормально. В общем, заберем вот эту печку, обогреватель. Она без баллона, пустая, баллон у нас на даче. Ну, а генераторы это, это уже в мае потом триммер. Колеса у нас предстоит менять. Скоро, наверное, дней через 10 надо будет уже колеса поменять. Так, Ниташка, держи камеру. Идем загружать. Но она легкая, без газового баллона. Я говорю, наверное, даже и не раскладывай влезу. Войдет, наверное, и не раскладывай сиденье. Нет, друзья, все-таки разложил сиденье. Чуть-чуть не хватает закрыть, чтобы не упиралось. Ладно. Канистры для воды. Все, а так нормально. Снял полку, я оставлю ее в гараже. Все, закрываем гараж и выезжаем. Время уже 10-й час. Надо ехать до Выборга. Друзья, ну мы традиционно остановились на нашей заправке Shell. Наташа пошла там кофейку выпить, стаканчик, наверное. Посмотрите, какие горы тут намели. Наташа говорит, кавказские горы. О, величиной с деревья почти. Немножко потеплело, но ветер сохраняется на улице. Видите, местами еще снег лежит. Показывает на машине плюс 5 градусов. До Выборга осталось недалеко, километров 20. Сейчас заберем маму и едем на дачу. Друзья, ну мы взяли маму. Вот она у нас в салоне. Едем на дачу. Уже выехали из Выборга. Погода что-то у нас нахмурилась. И температура опустилась до 2 градусов. По дороге плюс 5 было. И кто-то мне звонит. Так, за городом зима-зима еще. Недавно тут... Когда мам, снег выпал вчера? В Выборге? Вчера-вчера тоже шел. А за вчера и вчера снег выпал, но видимо еще не растаял. И дорога так подразбита побольше, чем зимой. Зимой мы даже сюда проезжали. Как-то было замерзше и лучше. Здесь дорожка немножко размытая. Обычно здесь у нас яма, но сейчас небольшой ручей. Да, да, да. Фу, добрались, друзья. Посмотрите, еще снежно-снежно-снежно. Машина вся еще в снегу, в грязи. Дорога еще грязная. Сейчас вытащим печку. Ну, чего не выходить? Брусники нет, Наташка? Ничего там? Поставим бочки, вода течет. Если не улетят. Соседей, похоже, еще не было. Да никого нет. Юрки тоже не было еще. Тамара говорит, а Тамара здесь встретили соседку. Говорит, уже даже ночует. Взял ключи от сарая. Я иду сейчас попробую, открою. Посмотрим, как там дела. Мокро-мокро. А? Вода еще полно. Конечно, воды много еще. Пока все это высохнет. До мая месяца делать нечего. Так, друзья, посмотрите. Здесь вообще болото еще воды. Но с крыши течет прилично. Снег, видимо, там еще тает. Перевернул бочку, поставил. Пускай набирается. А мама он уже вытащил. Сейчас я вторую возьму. О, темнота. Вот наша вторая бочка. Ну, здесь все сухо. Друзья, нормально. Зиму переночевал в сарай. Пу, зиму переночевал, говорю. Вроде особо плесень так-то. Да нет. Все-таки немножко есть. Вот эту стенку надо обязательно будет в этом году делать. Видите, доски заплесневилые. А здесь, которые обрабатывал, более-менее. Более-менее. Так, бочки поставил. Пускай потихонечку набираются. Хотя на крыше снега-то почти и нету. Это там так, баловство. Все уже растаяло. Надеюсь, что ветром их не снесет, пока нас не будет. Так, ноги, наверное, скоро промокнут уже тут. Наташка, ну как дача тебе? Нравится сейчас. Нравится? Бабушке, по-моему, нравится она. А где включите? У меня сейчас. На, держи. Что говори? Тамара? Какие змеи еще рано, наверное, когда в мае? В конце мая. Ветрище холодный, ледяной ветер еще. Два градуса всего. Видите? Зима зимой еще. Поставили бочки. Главное, чтобы бочки ветром-то не вынесло. Вот что. Так, друзья, наш мостик в садоводстве. Смотрите, я хотела показать, какая полноводная она весной бывает. Мост, конечно, разъедает. Трубы аж погружены туда целиком. Вот такой поток вытекает. О! Видите, какой поток большой. Все, соответственно, в ту речку вливается, и там поток вообще бешеный. Так, ладно, мы уезжаем уже с дачи. Ноги промочил я. Так, ладно. Друзья, мы уже в Выборге. Заехали на заправку Несты около железнодорожного вокзала. Я заправился бензина. Сейчас поедем, наверное, покушать. В ту самую столовую посмотрим. Около порта, которая мы как-то в видео показывали. Она вроде как недорогая. Ну, обычная столовая приличная. Первая, вторая можно покушать. Вот. Набрали воды на роднике. Друзья, посмотрите. Мы пришли в ту столовую. На написано объявление столовой напротив. Она уже переехала сюда. Здесь такой вот антураж. Посмотрите, какие старые стены. Камень, кирпич. Вот такие красивые фрески нарисованы. Ну, а мы взяли покушать. Фасольевый супчик. Печенку с рисом. Наташа гуляш с картошкой. Мама салатик. Компот, булочка. Сколько все получилось? 600 рублей, да? Ну, то еще с копейками. А, 600 с копейками. Вот три обеда туда. Да, да, супер. 600. Очень дорого. Почему-то не надо. Надо. Обратите внимание на кирпичную кладку. Старинную. Видите, какие арки сделаны. Камень и кирпич. То, что надо. Кто, Наташа? По десятибальной шкале столовая. Твоя оценка. Десять, а моя семь. Все вкусно, вроде недорого, но у меня сегодня суп был пересоленый фасолевый. А здесь, посмотрите, здание Радушин открывается. Вот бывшая столовая. Висит объявление столовая напротив. Вот в этом здании. Мама говорит, в советское время здесь были тарные склады от магазинов. Посуда здесь хранилась и так далее. Посмотрите, старое очень здание с каких камней. И для туристов бюджетных. Я тут небольшой лайфхак скажу вам. Где она находится, эта столовая. Если вдоль порта идете, вот здесь находится Эрмитаж. Сейчас я вам покажу. Вот порт, видите, краны стоят. В ту сторону к Выборгской башне, если идти. В общем, вот идете мимо этого здания и заходите во дворик. Такая здесь находится столовая. И симпатичная, и очень интерьер понравился старый. Бюджетно достаточно. Вкусно тоже. Пошли немножко прогуляться по набережной и вдоль порта. Хотим посмотреть, что там творится. Вот стоит корабль один на погрузку или на выгрузку, не знаю. Но фарватер вроде как прочищен, но вообще весь залив во льду. Но фарватер вроде как, да, лед колотый. Вагонов куча, не знаю, что там сейчас в порту. Большинство кранов бездействуют. Перевалка, наверное, здесь сыпучих грузов, судя по ковшам на кране. И так далее. Наверное, удобрения. В вагонах уголь. Ну вот этим, наверное, сейчас и занимаются. Уголь и удобрения, скорее всего, порт. Там тоже куча угля видны большие. Друзья, гостеприимный выборг мы покинули. Завезли маму с водой домой. Поднял я ей воду. И решили мы поехать. Погода отличная. Время еще не очень много. Наверное, начало четвертого, да? Решили мы поехать обратно в Петербург через город Приморск. Так что там ни разу не была. Ну, достопримечательностей особых там и нету никаких. Вот если только посмотреть эту кирху, которая старая финская кирха. Ну, а так, в принципе, вот. Дорожка такая подубитая местами, конечно. Едем потихоньку. Едем. Привет, Наташка. Привет. Очкарик. Привет, Очкарик. Ну все, друзья, мы приехали в Приморск. Припарковались здесь. Ну, самые главные достопримечательности. Хочу вам показать сразу же остатки фундамента. Насколько я понимаю, старого. Обычно так раньше финны строили. И вот даже ступеньки забетонированные остались. Какой-то здесь дом стоял. Ну, а мы, друзья, подъехали вот прямо к знаменитой этой кирхе. Города Приморска. По-фински, если не ошибаюсь, Приморск назывался Койвиста. Вот в таком сохранном виде он вроде бы еще сохранился. Сейчас обойдем вокруг, почитаем, что там написано. Таким высоченным шпилем. Позади залив. Ну, наверное, не действующий. Вот написано кирха. Друзья, обратите внимание, да? Такого величественного, готического такого. 1904 год написано над входом. Я думаю, он не действующий, да. Все из гранита, из блоков. Сейчас вокруг обойдем. Посмотрим. Там вот какие-то плиты. Что-то написано на плитах. А входы, посмотри над входами, да, крылечки какие сделаны. Прикольно. Ветражи здоровые. Эти же заколоченные были железом. Наверное, все стеклянное было. Огромная, да, высота-то какая шпиля. Так, друзья, что здесь пишем? Написано, читаем. Павшим в войне жителям Койвиста. На финском языке в том числе. Ну, а там, я так понимаю, перечисленные фамилии. И, конечно же, на финском языке в основном. 43-й, 42-й год, 40-й. И так далее. Наверное, целыми семьями. Некоторые даже прямо одной фамилии. Смотрю. Вот, смотрите, сколько. На фамилию Маннанин. Маннанин, Маннанин, Ахти, Антон, Маннанин, Армас, Маннанин, Аура, Тойми, Юрия, Матька Эрки, Мать Тилай Эро. Так что, вот, наверняка, целыми семьями. Может быть, отец, братья там, да, дяди, кто там все. Мужское население в основном погибшее. Так, друзья, ну, а позади вот начинается залив прямо. Где-то уже часть растаявшего. У берега еще лед. Местами, но уже все тает. Птички поют. А здесь ветра нету. А в Выборге что-то ветер такой сильный был, да? Мы на даче были, ветрище. Так, ну, в общем, вот так вот с этой стороны выглядит тирха. Так, ну, мы уже по кругу почти обошли вокруг все. Посмотри, со всех сторон четырех почти такие крыльца сделаны. А здесь, кстати, дверь открыта. Приморский кровеческий музей. Здесь вот что находится. Зайти посмотреть, что ли. Выставка, только пару комнат и все. Кровеческий музей. Я думал зайти внутрь, посмотреть, как бы внутри. Она говорит, что с 48-го года кирхи не существует. А там был раньше в советское время дом культуры. Так что так. Ну, внешне все выглядит очень достойно. Не знаю, кто кто знает. Друзья, поправьте меня. Возможно, даже, может быть, и финны финансировали, чтобы крыша была в надлежащем состоянии и так далее. Так, а здесь, я понимаю, кораблик из гранита такой сделан. Парусничек. Или как кресло, да? Можно сесть или. Все, друзья, мы немножко пройдем сейчас в самый городок. Хотим дойти посмотреть. Тот хлеб черный, что Выборги покупаем, он, кстати, выпекается в Приморске. Может, где-нибудь здесь сейчас и найдем, где его купить. А вот надпись написана, видите, 1904 год. Над входом. Да, грандиозно. Пойдем, Наташка? Друзья, немножко хочу Вам из этой истории, сам не знал, почитать. Смотрите, кирха, церковь, построена в стиле северный модерн по проекту архитектора Иосифа Стенбека. Торжественно открыта 18 декабря 1904 года. Славилась своим внутренним убранством 31-м регистровым органом подарком российского императора Николая II, который звучал на службах и тремя огромными окнами, украшенными витражами. Музей располагается в здании с 1995 года. Можно ознакомиться с историей здания кирхи и так далее, и так далее. С периодом финского рыбацкого ковиста, а также узнать о военных событиях на территории ковиста, современного Приморска, в период Второй мировой войны. В общем, вот, даже орган от Николая II здесь был подарок кирки. Ну, пойдем, Наташ, продемте немножко. Так, центральная улица Приморска. Аптечный пункт, магазин связной, МТС. Какая-то кафешка, что ли. Остановка. Так, друзья, сейчас. Купили мы по-мороженому, да, а я себе купил такую белорусскую трубочку. Пломбир. Вот прямо в этом лырьке спросили у местных. Говорят, здесь приморский хлеб продается. Взяли черного хлеба, буханку, по-мороженому. На улице вроде тепло. Сейчас как раз обратно до кирхи, пока до машины идем, съедим по-мороженому и потихонечку поедем. Ну, и, наверное, прессы можно купить еще здесь. Когда-то было. Друзья, ну вот на край не еще проехали с другой стороны города. Значит, здесь вот, видимо, школы. Там пару еще проехали. Было памятников и мемориалов, посвященных войне. Там захоронение. Зенитка, моряк какой-то. Там это памятник. И зенитка стоит. В общем, посажены. Ели. Вот здесь храм. Здесь храм. Эта, кстати, часть Приморска немножко поприличнее, чем откуда мы заезжали, да? Вот магазин Коевиста написано, называется. Ну, наверное, на этом и все. Видите, заканчивается уже опять жилая застройка частная. И так далее. Друзья, не смогли мы проехать мимо видов великолепных, открывающихся с обрывистого берега на Финский залив. Мы какой-то год здесь даже фотографировались. Пару раз, наверное, останавливались. Но на видео, наверное, не снимал я. Значит, смотрите, какой здесь вид открывается. Сосновый лес, рядом дорога. И вот такой вот пляж дикий с камнями. Красиво? Наташка говорит, красота. Я пойду вниз. Ты красота. Вот что? Я пошла вниз. Давай, пошла вниз. Полные ботинки песку будет. Пойдешь вот на ту льдину залезешь? Да. Так, не грохнись. Потрогай воду-то. Ничего? Тепло? Можно. Коробка какая-то лежит. Вот тебе льдинка. Выход на лед запрещен. Так, Наташа, за экологию. Теплое? Теплое, да. Так разденься немножко, хоть по поясу. Зайди, окунись. Так, друзья, ну все, уходим. Наташка, говорит, с такой красоты даже уходить не хочется. Немножко пофотографировались. Пойдем к машине. И поедем. Нет. Наташка еще хочет фотку. Красота. Никого народу. Тишина. Сосновый лес, море и солнце, да? Жалко, знаешь, где? Да. Где? У пчелки в попке, что ли? Это мы, друзья, говорим, что жалко, не успели. Сейчас самолет на посадку шел прямо над дорогой. И он вдалеке был. Жалко, что... Наташа говорит, жалко у пчелки в попке. Дорога у меня троллит. Тролль. Тролль. Моми тролли. Едем по Кольцевой уже, друзья, подъезжаем. В Питере что-то погоду подзатянуло. Все небо красивое с стороны Выборга осталось и Приморска. Ну, а у нас вот такая здесь дребедень. Кто-то впереди дымит, кто-то коптит, кто-то пылит. Еще и небо серое. Как обычный наш фейзаж. Ладно, все, наверное, на этом заканчиваем, да, видео. Спасибо, что были с нами в этой поездке. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»